Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в Центре компьютерного обучения специалист Прим.ГТУ имени Баумана. Сегодня у нас семинар, который называется «Изменение трудового договора в одностарённом порядке. Разве такое возможно?» Нашему центру в прошлом году исполнилось 25 лет. И миссия нашего центра звучит так – учить людей так, чтобы их жизнь улучшилась. Поэтому мы стараемся давать как можно больше информации не только на наших курсах, но и вне их. У нас более 250 преподавателей-экспертов, и одним из них, по счастью, являюсь я, по счастью для себя. Меня зовут Светлышева Ольга Юрьевна. Это мои регалии. Я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента. Кандидат юридических наук. Начинала работу с преподавания в высшем учебном заведении, затем перешла в HR, человеческие ресурсы, обучившись один год на курсах повышения квалификации по профессиональной переподготовке в МГУ имени Ломоносова. Более 10 лет проработала в HR, доросла до директорного персонала и опять вернулась к преподаванию. На сегодняшний день я веду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы, консультирую, публикуюсь, выступаю. Мой адрес электронной почты корпоративной у вас на экране выделен красным цветом. Если возникают вопросы, пожалуйста, пишите. Всегда отвечаю. На сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть своя страничка. У меня тоже есть своя страничка. Приходите. Всегда буду рада видеть. Ну и в социальных сетях я также зарегистрирована. Со многими мы уже дружим. Поэтому, приглашаю и всех остальных, будем с вами общаться. И не только на профессиональные темы. Уважаемые коллеги, вот тот вебинар, который мы сегодня проводим, он относится к курсам по кадровому делу. Вот такая схема у нас есть на нашем сайте. В верхней части по кадровому делопроизводству и трудовому законодательству перечислены курсы. В нижней части курсы по управлению персоналом. Кроме того, есть курсы, касающиеся личностного роста, так называемые soft skills. И здесь мы также предлагаем вам развиваться, приходить на наши тренинги. И мы также проводим практические семинары для сотрудников кадровой службы и HR-менеджеров. Поскольку наша тема связана с изменением условий трудового договора, то эта тема более подробно рассматривается в таких курсах, как кадровая работа в современной организации уровень 1. Еще у нас есть новый уровень 5, который здесь пока еще не обозначен, но тем не менее он уже есть, группы уже идут. Это практикум по кадровому делопроизводству и трудовому законодательству. Там мы решаем задачи, кейсы, упражнения, учимся считать стаж страховой и общий стаж, а также компенсацию за неиспользованный отпуск в днях. Поэтому этот семинар, он будет полезен многим кадровикам, и не только кадровикам, но и, наверное, тем, кто занимается кадровым делопроизводством, например, бухгалтерам, если кто-то ведет кадровый делопроизводство, секретарям, руководителям структурных подразделений, руководителям организации, собственникам и так далее. Документы об окончании, которые мы выдаем после окончания курса, это удостоверение о повышении квалификации от 16 академических часов или диплом о профессиональной переподготовке от 250 академических часов. Сегодня мы обсудим с вами следующие вопросы. Какие условия обязательно должны быть зафиксированы в трудовом договоре? Как изменить условия трудового договора? Может ли работодатель изменять условия трудового договора без согласия работника, то есть по собственной инициативе? Как оформляется процедура изменения условий трудового договора в этом случае? И какова ответственность за нарушение норм трудового законодательства? Затем я задам несколько вопросов вам и отвечу на ваши вопросы. Итак, начинаем. Вопрос первый. Какие условия обязательно должны быть зафиксированы в трудовом договоре? Я думаю, что каждый кадровик, даже начинающий, знает, что есть 57-я статья Трудового кодекса, где перечислены и основные, и обязательные условия трудового договора. Итак, что такое трудовой договор? Определение трудового договора дано в 56-й статье Трудового кодекса. Это соглашение между работодателем и работником, то есть две стороны – работник и работодатель. Трудовой договор заключается всегда в письменной форме, за исключением случаев, когда работник фактически был допущен к работе и в течение трех рабочих дней работает. В этом случае никакого нарушения нет, если трудовой договор пока не заключен. А до истечения третьего рабочего дня работника мы обязаны заключить с ним трудовой договор в письменной форме. Все договорные документы составляются в нескольких экземплярах. Трудовой договор не исключение, он составляется в двух экземплярах. Причем, обратите внимание, это не копия и оригинал, а два полноценных оригинала документа, которые передаются обеим сторонам. В трудовом договоре мы указываем сведения о работнике и работодателе и включаем обязательные и дополнительные условия трудового договора. Так скажем 57 статьи Трудового кодекса. Если посмотреть на структуру трудового договора, то выглядит примерно следующим образом. Трудовой договор – это сведения о работнике и работодателе и условия основные, обязательные и дополнительные. Сведения о работнике и работодателе мы включаем либо в начало трудового договора, либо в конец. Вот как примерно выглядят сведения о работнике и работодателе. Пример трудового договора. С одной стороны, наименование организации как работодателя, его представитель, должность, фамилия, имя, отчество, и с другой стороны, работник. И в конце мы указываем паспортные данные, хотя паспортные данные можно и здесь укладать для работника, и ИНН работодателя, если это юридическое лицо или индивидуальное. Ну а что касается условий трудового договора, то в части 2, 57 статьи перечислены обязательные условия, а в части 4, 5 же статьи, перечислены дополнительные условия трудового договора. Разница заключается в следующем. Обязательные условия должны быть включены в трудовой договор абсолютно всех работников, с которыми мы заключаем трудовой договор, дополнительные могут не включаться. Но если они включены, то они являются обязательными для выполнения и той, и другой стороны. Обязательным условием является место работы, причем там не конкретизируется, что это такое, за исключением случаев, когда местом работы является филиал, представительство или иное обособленное подразделение. Тогда необходимо указывать еще и адрес. Трудовая функция. Что такое трудовая функция? Это должность и специальность профессия по штатному расписанию, поэтому штатное расписание – обязательный документ. Открываем штатное расписание, смотрим, как написано там наименование должности и специальности и указываем в трудовом договоре. Обязательна дата начала работы фактического, даже если мы позже допустили к работе, а трудовой договор оформили в течение трех рабочих дней. Дата начала работы указывается в дату фактического допущения к работе. Условия оплаты труда. Либо все прописываем, фиксированную часть и переменную часть. Либо указываем только фиксированную часть, окладную или тарифную ставку, и дальше отправляем к локальному нормативному акту об оплате труда, где будет четко указано, на каких условиях и кому мы выплачиваем переменную часть. Премии, надварки, бонусы и так далее. Также мы указываем режим рабочего времени и время отдыха, если это отличается от общих требований, указанных в правилах внутреннего трудового договора. Договор, распорядка, извините, пожалуйста. Если работник работает в среднем или опасном условии труда, после специальной оценки условий труда мы это устанавливаем и выплачиваем компенсации, положенные ему по законодательству. Также указываем характер работы, подвижной, развязной, в пути и так далее, если он имеется. Условия об обязательном социальном страховании и условия труда на рабочем месте после проведения специальной оценки условий труда. Что касается дополнительных условий, они могут не включаться в трудовой договор. Например, уточнение места работы. Например, у нас есть работник, и мы хотим, чтобы он всегда находился на определенном месте, потому что это, скажем, оператор кул-центра. Следовательно, в его трудовом договоре мы можем указать не только адрес, по которому он работает, но еще и место работы, этаж, номер кабинета и даже место, если они пронимированы. Испытание при приеме на работу также не является обязательным условием, а является условием дополнительным. То есть его можно не включать. Есть категория работников согласно 70-й статье Трудового кодекса, к которому мы не вносим это условие ни в коем случае. Если в вашей организации есть страшная военная тайна, или какие-то персональные данные, или конфиденциальные информации, или какие-то еще, какая-то информация, которую вы не хотите, чтобы работник разгласил, значит, мы указываем это тоже в Трудовом договоре. Есть работодатели, которые обучают работникам за свой счет, но при этом они не хотят потерять работника, поэтому заключается с ним договор о том, чтобы работник отработал после обучения какое-то определенное количество времени, либо вернул им сумму, потраченную пропорционально неработанного времени. Это тоже нужно включить в Трудовой договор. Виды условий дополнительного страхования, например, добровольное медицинское страхование, тоже можно включить. Улучшение социально-бытовых условий работника. Очень часто спрашивают, а что это такое? Ну, это, например, строительство квартир или домов для работников, или ипотека, или кредиты для улучшения их условий социально-бытовых. Ну, и также уточнение прав и обязанностей. Итак, у нас есть обязательные условия Трудовой договор и дополнительные. Если дополнительные включаемые в Трудовой договор, то они тоже являются обязательными. Но по-сторой. Как изменить условия Трудовой договора? Статья 72. Мы помним, что изменение определенных сторонами условий Трудовой договора только по соглашению сторон Трудового договора. И, естественно, все это необходимо фиксировать в письменной форме, для того, чтобы и та, и другая сторона могли доказать, что да, изменения были проведены, и все это фиксировано. Очень часто документы, которые составляют при изменении условий Трудовой договора, называют дополнительными соглашениями. Верно ли это? Нет. Это неверно. Потому что, если мы изучим Трудовой кодекс, мы выясним, что в статье 9 и 338 этот документ называется дополнением к Трудовому договору. В статьях 6, 9, 21, 338 этот документ называется изменение к Трудовому договору. В других статьях, например, в 57-й статье, это называется приложение к Трудовому договору. И, наконец, только в одной единственной статье, в 72-й, которую я только что цитировала, этот документ называется соглашением. Как же быть? Ну, первое. Поскольку мы изменяем условия Трудового договора на основе 72-й статьи, я бы предлагала все-таки этот документ называть так, как он называется грамотно в Трудовом кодексе в 72-й статье соглашение. Вместе с тем, если у вас уже принято какое-то иное наименование этого документа, но он со всеми правилами, то я не вижу смысла менять, потому что никаких серьезных последствий это не должно не сделать. Вопрос третий. Может ли работодатель изменять условия Трудового договора без согласия работника? Итак, напоминаю, что есть обязательные условия Трудового договора и дополнительные. Вот сейчас мы будем говорить о Трудовой функции, потому что это исключение из правил. Все остальные условия можно изменять по инициативе работодателя. Трудовая функция, то есть перевод на другую работу, изменяется только с согласия работника. Это очень важный момент, и его нужно запомнить. Статья 74 Трудового кодекса позволяет работодателю изменить условия Трудового договора по собственной инициативе. Но не во всех случаях, а только в случаях, перечисленных к части 1. Давайте внимательно прочитаем. Я красную выделила. В каких случаях? Итак, по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. И в скобках, а в скобках я так сделала для себя вывод, что в Трудовом кодексе в скобках самое важное написано. Вот поэтому мы очень внимательно читаем, что написано. Примеры. Это изменения в технике, технологии производства, структурная реорганизация производства, ну и какие-то другие причины. То есть мы видим, что перечень открыт. Вместе с тем нужно быть очень аккуратным, потому что поскольку нет четкого перечня, то это всегда конфликтная ситуация. Работник считает, что ситуация не связана с причинами и изменением организационных и технологических условий труда, а работодатель считает, что связанно. И тогда все это дело будет решать третье лицо, например, государственный инспектор труда, либо суд. И если работодатель готов отставить свою позицию в суде и доказывать, что да, действительно, это причина, связанная с изменениями организационных и технологических условий труда, тогда в этом случае можно спокойно изменять. При этом также в суде надо будет доказать, что определенные сторонами условий трудового договора при заключении не могут быть сохранены. Сейчас приведу пример. Только в этом случае допускается их изменение по инициативе работодателя. Ну и как я уже говорила, трудовая функция не изменяется, потому что это единственное условие, которое мы не можем принять по инициативе работодателя. Итак, пример. Наша организация приняла решение, что раньше мы работали с одним графиком работы, пятидневной рабочей недели, двумя выходными, сорокачасовая рабочая неделя, начало рабочего дня 9.00, окончание 18.00, ну и перерыв для отдыха, допустим, с 13.00 до 14.00. Но это очень невыгодно, потому что у нас проставят какие-то станки и какое-то оборудование, и мы решили сделать сменную работу. Вот это и есть один из вариантов изменения в организационных условиях с точки зрения изменения графика работы. В этом случае мы предлагаем работникам изменить график работы, и это инициатива работодателя. При этом мы не можем сохранить условия прежние для одного работника, если все остальные переходят на новый режим работы. Также хочу обратить ваше внимание на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2004 года номер 2 о применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации. Это рекомендации судьям, как себя вести в случае, если возникают какие-то непонятные и четко не прописаны в законодательстве вопросы. Так вот, данный Пленум принял решение, что разрешает дела о восстановлении на работе лиц трудовой договор, с которыми был прекращен по пункту 7, части 1, статьи 77, отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами СОВД, либо, вот этот вариант я выделила красный, потому что он как раз касается нашей темы, либо о признании незаконным изменением определенных сторонами СОВД при продолжении работникам работы без изменения трудовой функции, статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации. Необходимо учитывать, что исходя из статьи 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, работодатель обязан в частности. Это вот то, о чем я говорила. В суде работодатель обязан представить доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудовой договора явилось следствием изменения организационных или технологических условий труда. Дальше пример. И не ухудшало положение работника по сравнению с условиями коллективного договора и соглашения. То есть, если в вашей организации еще и заключены коллективные договоры и соглашения к коллективным договорам, то нужно внимательно прочитать, что там написано. И если есть какое-то несоответствие, то в первую очередь нужно договориться и внести изменения в коллективный договор, только после этого уже изменять условия трудового договора. Ну, а при отсутствии таких доказательств данные действия работодатель не могут быть признаны в закон. Продолжаем изучение статьи 74, где сказано, что в случае, если действительно такие вот условия есть в наличии у работодателя, и работодатель принимает решение изменения условий трудового договора, он должен о предстоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, уведомить работника в письменной форме не поднее, чем за два месяца. Данное уведомление в свободной форме составляется. Я пример такого уведомления вам покажу, мы его тоже разберем. Но не каждый работник согласится работать в новых условиях. Если брать наш случай с изменением графика работы, и если, предположим, у нас есть женщины, имеющие детей, несовершеннолетних детей, ну или просто люди, которые далеко живут и не могут себе позволить по ночам ездить или рано утром ездить на работу, то в этом случае работник имеет право отказаться от изменения условий трудового договора. В этом случае работодатель обязан предложить ему другую работу, но, опять же, если таковая работа имеется, при этом работодатель имеет право предложить также и ниже стоящую должность, или неживооплаченную работу. И в случае, если такой работы нет, или работник отказывается, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7, части 1, ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. А вот пример уведомления. Как я уже сказала, уведомление пишется в свободной форме, а вместе с тем в нем должны быть обязательно все реквизиты, предающие документы юридическую силу. Потому что если какого-то реквизита не будет, или он неграмотно будет указан, то в этом случае работник может оспорить данное решение. Итак, наименование организации полное, при его наличии сокращенное. Кому в данном случае полностью пишется фамилия, имя, отчество. Можно указать должность. Наименование документа. Номер и дата документа. Заголовок документа. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора. Дальше текст документа. В данном документе указывается причина в связи с переходом на новый график работы. Указывается документ, на основании которого происходят эти изменения. Это приказ об изменении организационных условий труда. Обратите внимание, когда вы будете составить подобные документы, старайтесь, чтобы формулировка соответствовала трудовому кодексу. Ну, во-первых, это легче, самим ничего придумать не нужно. А во-вторых, в суде всегда это будет признано более понятным и не имеющим двойного толкования. Вот это буквально из трудового кодекса. Изменение организационных условий труда. Дата номер. Уведомляем вас об изменении условий трудового договора. Обратите внимание, также здесь подчеркнут, за два месяца. Прямо в самом тексте мы напоминаем, что это за два месяца. И далее мы указываем дату. Обратите внимание, что мало того, что мы указали в тексте за два месяца, мы указываем дату, с какой даты, с 16 июля 2017 года, и дата ознакомления. Вот мы считаем два месяца не с даты регистрации уведомления или даты подписания, а с даты ознакомления работника с этим уведомлением. Ну, в данном случае два месяца получается, 05 и 05 2017. Как раз получается больше двух месяцев. То есть мы все выдержали. Дальше указывается четко график. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходами, суббота и воскресенье. Начало рабочего дня, окончание рабочего дня, перерыв для отдыха и питания. Один час, столько там. Другую работу работодатель предложить не может, поскольку переход на новый график работы осуществляется, осуществляется организация. То есть здесь мы еще раз показываем, что, к сожалению, мы этого сделать не можем. Если есть возможность предложить другую работу, здесь пишем, какую, в частности, работу мы можем предложить. И предупреждаем работника, что в случае вашего отказа от продолжения работы в новых условиях, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7, части 1, статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким образом, работник осведомлен о том, какие последствия могут быть в случае отказа, и в течение двух месяцев он может о том, размышлять и принимать какое-то решение. Подпись руководителя организации, либо полномоченного на это другим лицом, подпись, расшифровка и дата. Знакомим работника. Каким образом можно ознакомить? Можно попросить работника на этом же уведомлении, если мы двух экземпляров делаем, написать собственноручно, желательно не делать это на компьютере, а оставить для собственноручной подписи. Фразу «С уведомлением ознакомлен, согласен на изменение условий трудовой договора или не согласен на изменение трудовой договора». Тогда я попрошу работника, чтобы он также написал, что поставлен в известность о последствиях отказа от изменения условий трудовой договора, что он будет уволен. Дальше подпись, расшифровка подписи и дата ознакомления. Дата ознакомления для нас очень важна. Есть другие способы ознакомления работника с данным уведомлением. Например, он может это сделать в ознакомительном листе к приказу, вот к такому приказу. То есть уведомление мы ему вручаем, а в ознакомительном листе о приказе он пишет, что с уведомлением об изменении условий ознакомлен и так далее. Еще один вариант может быть. Журнал. Журнал регистрации уведомлений. Зарегистрировали, и там же в этом журнале работник пишет вот эту фразу. Не просто подпись и расшифровка подписи и дата. Обязательно должна быть фраза, что он ознакомлен и согласен, либо не согласен. Продолжаем читать статью 74, где сказано, что в случае, когда причины, указанные в части 1 настоящей статьи, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной процедурной организации в порядке, установленном в статье 372 настоящего кодекса для принятия локальных нормативных актов вводить режим неполного рабочего дня смены или неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев. Неполным рабочим временем является любое время, которое превышает меньше 40 часов в неделю. Это может быть и один рабочий час, и 39 рабочих часов. Но это уже по договоренности с работниками. Ну и та же самая ситуация в случае отказа работника от неполного рабочего дня или смены. Расторгаем трудовой договор, но уже по другому основанию. Обратите внимание, это уже будет инициатива работодателя, 81 статья, пункт 2 части 1, сокращение численности или штата работников с выплатой выходного пособия. При этом работнику предоставляется соответствующая гарантия компенсации согласно 178 статье Трудового кодекса. И отмена режима неполного рабочего дня смены или неполной рабочей недели, раннее срока, на которое они были установлены, производится с работодателем с учетом мнения выборного органа первичной просветной организации, если, конечно, у работодателя есть такая первичная просветная организация. В любом случае, все эти изменения не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным договором и соглашением. Вопрос четвертый. Как оформляется процедура изменения условий трудового договора? Вот все, что я сейчас скажу, это все из 74 статьи, которую мы только что с вами процитировали и разобрали. Должно быть какое-то основание для изменения условий труда. Например, это может быть приказ или распоряжение работодателя об изменении организационных или технологических условий труда. Затем мы уведомляем каждого работника об изменении в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Пример такого уведомления мы с вами видели. В случае отказа работника мы предлагаем другую работу. Работник пишет свое согласие в письменной форме. Мы заключаем соглашение к трудовому договору, также в письменной форме, в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне. И на экземпляре работодателя работник пишет, что свой экземпляр он получил. Ну а в случае отсутствия указанной работы, вот здесь, да, или работник отказывается, мы увольняем его в соответствии с пунктом 7, части 1, статьи 77. Вот такой порядок внесения изменений в трудовой договор. Вопрос пятый. Какова ответственность за нарушение норм трудового договора? В первую очередь, это дисциплинарная ответственность. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, вы знаете, что имеются три вида дисциплинарных взысканий. Это замечание, выговор, пользу увольнения по определенным основаниям. Кроме того, это регулирует, ответственность регулирует кодекс об административных правонарушениях. Это статья 5.27 нарушений трудового законодательства и кодоуголовного кодекса, а также федеральные законы и иные акты, содержащие норму трудового права. Я готова ответить на ваши вопросы, но вначале, как мы с вами договаривались, давайте проверим, все ли понятно вам. Вопрос для обсуждения, который мы с вами обговаривали, это условия обязательные в трудовом договоре, как они изменяются, изменения без согласия работника, как оформить, ну и ответственность. Вот такие вопросы мы обсудили. Вопрос первый. К обязательным условиям трудового договора не относятся. Подсказываю. Не. Потому что чисто психологически, чисто что не, она, как правило, у нас не замечается. Вот я обращаю внимание, не относятся. Место работы, трудовая функция, режим работы, условия оплаты труда, испытания предприемлемой работы. Все согласны, что это испытание предприемлемой работы? Верно. Испытание предприемлемой работы является дополнительным условием трудового договора. Следующий вопрос. В какой форме заключается соглашение к трудовому договору? В письменной форме, в устной форме или на усмотрение работодателя? В письменной форме. Только в письменной форме. Это правильный ответ. Ой, молодцы наши вебинаристы, они тоже пишут. Спасибо вам. Вижу ваши ответы. Вопрос третий. В каких случаях допускается изменение условий трудового договора по инициативе работодателя? Изменение организационных условий труда. Изменение технологических условий труда. Изменение в технике и технологии производства. Структурная реорганизация производства. Согласны? Не поймали. Ответ правильный. Все правильные ответы. Четвертый. Допускается ли изменение трудовой функции по инициативе работодателя? Да, допускается. Нет, не допускается. И на усмотрение работодателя. Не допускается. За какой срок работодатель должен предупредить работника об изменении условий трудового договора? За две недели, за один месяц, за два месяца, за один год. За два месяца, да. И вижу, что наши вебинаристы тоже пишут. Молодцы, за два месяца. Все правильно. Напоминаю, что наша тема касается курсов по кадровому делу. Приглашаем вас на курсы, и в частности на практику, где мы с вами будем решать вот такие интересные задачи. А после окончания вы получите документы об окончании, либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Всем большое спасибо. До новых встреч.